всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно будет как обычно enter и это у нас четвертый раунд финальный summer cup 2019 года который завершает условно говоря завершает сезон надо в комс и мы переезжаем на дфру но что-то пошло не так и мы перейдем через недельку поэтому в общем-то да ничего страшного давайте посмотрим карту enter сказал покажет базовые вещи да я я надеюсь что покажу я играл карта очень немного потому что как бы временем мало было я играл только последний день вот но все-таки вузе и мне не получилось перебить я видела на на стримах я играл много несколько дней даже так появляемся мы на вот в такой вот в каньоне не знаю не каньон шахта вот шахт здесь какие-то кристаллы на стенах висят которые раскакиваются насквозь и дружат на 1 хп кстати да ладно область надо внутри стоять виду да они по чуть-чуть дамажит прикольно прикольно не знаю зачем этим а маленький дамажат да тоже на может все дамажит во все в общем тебя убить никел триггер до кристаллы в общем кто-то да не подожди подожди а что меня сейчас била и стал и там триггер такой груз а тут сверху триггер ну ладно где я вроде не касался кристаллов на меня почти убивала вот в общем кто-то раскидал здесь алмазов которые видимо с радиации заряжены и и видимо они здесь везде растут и в общем такая интересная шахта здесь которая закрыта которая закрыта чем-то досками под которые мы не можем пролезть они слишком слишком я и не простреливаются да здесь впереди видим рокет и как он называется вот такая штуковина который свод держит не ломается я все-таки зайду спектатором черт и здесь мы видим то что есть ничего нет если вы жалею до минус уважение для куни просто керетку на какой-нибудь здесь замутил так здесь у нас это моя физика это физика вы кудрый ладно я сама покажу тут у нас тоже ничего нет здесь board of canada board какие-то доски доски из канады дабы канадские доски есть такая группа которая пишет очень классную музыку о косяк-косяк косяк там можно проходить в этом косяки даже вода ладно на там у нас пересидим залезть а и ими вываливаюсь но в общем а там нет вряд ли помненько вылезть мнение не все про здесь да здесь brush ровные здесь никуда не вылезти так мы ладно и пойду пешочком потихонечку высоко высоко туман куча всякого ну здесь есть поворот налево есть проход прямо офигеть я только сейчас перед проход романами я туда ни разу не ходил как круто искать надо надо фвц будем прикольно тебе прикольно ну по идее тот через шахту быстрее ну короче да здесь мы видим стрелочку и и еще кристаллы и и досочки так я попал на доски я прыгну сейчас попробую на стрелочку и и надменить спортировала куда-то так это тот ответвление проход слева которые видели здесь тоже кристаллы проход проход ящики и и вот как раз то место как кода куда я упал так ладно пойду потихоньку дальше ящики ящики кристаллы в общем выглядит все офигенно классный каньон туман классно сделано что он нормально будет проходит до стачки видимо кто-то здесь добывал в этой шахте всякие эти алмазы это баба жжет там постоянно да 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 бывшие уху не походу да здесь такие ухты монет сквозь проходится в общем здесь висят несколько таких как назвать то платформы до платформ досок у его пока далеко несколько платформ идем дальше еще платформ очки еще про формочки здесь видим проход есть снизу а здесь сверху здесь у нас есть поворот налево и направо здесь тоже платформ очки на стенах ухты и что-то там су дачу за буквы не знаю экспресс о оси или что это вроде пи это вроде то ли за то ли с это похоже на x но непонятно но это какая-то с какой-то это пасхалка я не знаю как расширывается в общем возможно знаю но я не скажу мы узнаем о том конце года ну ладно в общем мы прыгаем по этим по этим досточкам прыгаем прыгаем дальше прыгаем сверху есть досточки а там да там тоже наверно можно прыгать этими ракетами которых у нас много-много мы от всего чего можем пытаемся ухты здесь и брошь у меня а он кривой он блин вот здесь вот есть клипа вот тут вот нет клипа новичка ну блин ну еще что-то плохо то что клип обычные они они вебан клип зато меня прям очень раздражало на карте тут все с обычным клипом тут нету и панк либо сожалению и вот мы запрыгнули в этот проход и здесь финиш прошел за пять минут встречи и старт обычные карты пункт каньон да эта карта называется пункт каньон backwards значит наверное не backwards карта начиналось отсюда да и она не руки по настроить там руки только а как а там-то убрали кучу платформ что ли ну и не помню просто здесь трефер не допрыгивается видишь или здесь джамп от какой-то что ну в общем там финиш и вот такой каньон выглядит классно дорожки ты будешь рассказывать или или как ну тут особо дорожек то прям немного таких основных муку я но вокруг 3 я тоже знаю немножко несколько дорожек ну да ты играл в физике давай 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 не тебе тут красиво и в ку-3 в ку-3 это не сипим это как бы заворачивать нельзя берем начинаем прыгать просто просто стрейфом использовать ну с кем и естественно можно использовать меня дорожка была не все не очень стандартная не знаю как сказать стандартная стандартная давай я покажу свою дорожку потом ты расскажешь свою я начинал с обычного стрейфа три прыжка здесь нам дают рокет после прыжка мы можем на него переключиться переключаемся и я делал сразу же в пол потому что не показалось так лучше в пол потом в стенку в эту стенку потом либо назад либо часто под себя но для этого нужно иметь там ты больше 1000 что ли скорости нормальную высоту тут тоже рандом небольшой был и на 1400 я где-то вылетал сделал здесь рокеты с двумя тысячами летел дальше то есть это я попробую повторить не получилось я очень очень интересный путь у тебя как-то так только побыстрее немножко вот в общем здесь очень большой плюс вот в этом месте в том что здесь кривой браша в которой можно стукнуться и он тебя вас принят налево но надо учитывать то что нужно приземляться до того как мы коснешься этого браша ну заранее потому что если ты случайно приземлишься вот где-то вот здесь вот то у тебя получится с ким как бы этого угла ты его пытаешься проски мить и воткнешься носом в эту стенку потеряешься скорость то есть очень желательно ракеты где-то вот вот в этом месте или еще раньше где-нибудь стрелять короче так чтобы не не скиньте за дугу есть вариант ну я как бы видели то есть я стрелял здесь потом от этой стены и иногда по-разному выходила то есть иногда я выстрелил в эту стену иногда я вылетал выше нее проскакивал не на это там это нормально это бывает дальше просто ракета ракета ракеты 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 от этой стены и дальше у меня была такая дорожка хитрая я думал несколько путей вообще много думал самыми оптимальными два пути у меня получалось 1 это я после этой стенки я делал приземлялся вот вот эта платформа куда-то в ее район или на рампу или вот в нее куда-то дальше и дальше одним если одной дорожка использует был рокет потом и летел приземлялся вот но вот эту горизонтальную платформу или или в общем куда-нибудь и потом на финиш у меня так получилось только один раз и я по-моему сделал 15 5 так ну ладно потом витами потом посмотрим вот основная дорожка была когда я после вот той стенки сейчас это лечу покажу после вот той стенки я старался не сильно прижиматься к этой стене лететь как бы кто так вот наискосок то есть после стены от стрелы я приземлялся на краешек летел прямо вот так вот и рокетом отстреливался 1 из косок вот таким вот образом и получалось что я верю тел просто правильного три стены то есть получалось сроки вот как самая ужасная вещь на этой карте векан крипа то есть рокет рокет этой стены потом приземлялся на рампочку там может быть еще один ракета финиш но это моя дорожка вуди возможно была другая до пучки других на другого народу то есть я попробую раза пройти не уверен что получилось сделать эта стенка вот этот кубик он часто скинулся если по-хорошему и нужно либо скину в идеале и вообще нужно мимо пролетать потому что с кем он немножко тормозит тебя еще не тормозит он уменьшает расстояние который ты пролетаешь все равно ты чуть-чуть а там несколько фреймов можно медленнее пройдешь на тему ли карта маленькая прямо дрочь здесь очень удобно было пролетать то есть я пробовал на тот ящик приземляться но все же по большей части между ящиками самое выгодно было как медленно все материал почти да в общем нужно очень много переворачиваться чтобы приземлиться просто вот и вот как то вот как как то так нифига но это это моя дорожка я долго на самом деле мучился пока к ней пришел я очень-очень долго пытался на эту форму попасть я запорол попыток 10 наверное просто потому что я на фрейм позже стал ракетой вот здесь на огромной скорости когда летишь сложно попасть на нем прилететь легко тормозить приходилось ну в общем от этой стены получилось нормально давайте ты показывай чего тебя есть у меня значит есть но я начинал также со стрейфа тут точно также начинал сержи только я кидал себе под себя шку сразу мне показалось вниз выгоднее потому что она еще больше скорости дает там до 400 получалось я пробовал тоже наперед кидать на что-то как-то не у них нет а в общем я делал с подсвяжкой и буду сейчас здесь в принципе точно также такой же поворот здесь еще давал потом подсвяжку как только залетал чтобы ну короче давал подсвяжку потом сразу стены отстреливался потом делал подсвяжку небольшую здесь чтобы невысоко подлететь к этой стене получилось типа того стреливался сюда делал прыжок еще давал себе ракету приземлялся сюда на краешек и с этого края с этого края долетал но обычным прыжком примерно до сюда здесь сделал ракет джамп то есть с кеме условно говоря вот этот угол и отсюда ракета уже на финиш себя толкал я такой я тоже пытался на эту верхнюю платформу залезть но даже в цпм на нее как-то очень дискомфортно было залетать поэтому выку 3 я обошелся вот этим роутом ну и в цпм в итоге почти таким же прошел а так был давду вариант по типа по этой стене просто по этой стене это получается очень много скорости теряешь потому что вку 3 чтобы тебе сохранить чтобы тебе сохранить свою стену грубо говоря особенно если она такая вот изогнутая какая-то тебе надо некоторые рокеты давать под таким скажем дурацким углом который тебе дает меньше скорости но дает больше траектории ну там в зависимости от того как ты до этого отлетишь от стенки тут же не параллельно стенки летишь но это ты возможно параллельно я отстрелился так что летел наискосок как бы вот это ты прям впритык стене летишь у меня получалось то что я летел наискосок и я может мог просто рокет в пол сделать и у меня получалось что я параллельно следующей стене летел то есть он как бы уголок скимился и и норм и прям уроки стенкой на финиш но мне показалось это таким более мере варианты в общем вот не знаю что только утришь и есть но сверху дорожка ясно дело есть был вариант еще делать просто под себя закидывать двоих сюда и ловить их но это было медленнее ну зато вылетал там 1700 у меня пару раз было вылетал ним по ощущениям это должен вылететь на на скорости 2 с лишним точно ну да если хорошо стоит плюс рокет пола рельефа стенку и там получается почти без половины ну вот у меня как-то всегда на 1600 ловилась я знаю скорее всего рокет не так закидывал еще есть вариант точнее был он тоже медленный залетать делал очень далее я долго думал насчет того на вот этих платформах то есть но они очень рандомные на них фиг попадешь они постоянно перепрыгиваются и меня ни разу не получилось на них попробовать промежать сделать ракеты просто даже не знаю быстрее то или медленнее я делал не поедел просто руки джамп в ту сторону и вообще эти платформы перелетал и там есть такая палочка заковыристая вот здесь вот да я просто под углом грубой грубо говоря летел и здесь дел уроки ты скимил ее и вылетал здесь где-то еще 100 1200 было вылетал но это медленно все равно получалось ну медленнее чем с этим поворотом я потом когда поворот заметил и такой о подожди-ка тут же поворот есть начал с поворотом уже а этот я не знаю можно ли здесь наверно можно найти платформах тупо фрейма джамп сделать сроки то даже можно с под себя что там склонить но я делаю щас не буду я просто а я еще делал прилетал на вот эту рамку делал под себя в рамку и получалось что я ну без без прыжка и еще 800 вылетал в потолок и от потолка отстреливаться с кимил туда но это тоже показалось медленнее в итоге нифига себя и ну и рандомно немного потому что всегда по-разному под себяшка прилетает у тебя всегда по-разному скоро здесь потолке плюс эти баллы сделали сделал бы клип на потолке было бы лучше может было просто на можно было просто сделать в панк лип между досками и все просто в этом клип между досками да это прям очень сильно бесило допит за логику мы ему спрашивали почему нету в панк липа но это же нелогично ну смотри у тебя же доски с щелями почему ты должен туда стрелять смочь смотрим нелогично полосочка здесь старт здесь с ракетой логично налейте стена выглядит как стена кидаем роки а где онлайн что-то а где рокет исчезает логично ящик по идея а я могу-то заступить нет не можешь я должен туда заступить по идее потому что тут щель логично страны а да 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 типа клип до припезе почему ну как бы клип есть почему него как бы что у нас нелогично сейвлен почему веревочек должны меня останавливать логично здесь я должен по идее здесь клип как бы вот в эту высоту получается ну то есть он положил клип чтобы не за глаза стоит на эту штуку логично я же должен опуститься нелогично правильно димон между прочим запорол рекорд из-за кривого клипа вот здесь здесь есть короче он на один юнит или насколько не дотянул клип и здесь можно вставить на эту балку и он короче прикинь он летел он должен был заступить сделать джамп а он произносит ну он получается прыгнул и застыкался в клипе грубой логично или те вещи ли это прям ужас и боль дефрагера далее логичности логичности это все клипа это я понимаю ты еще хороший момент показал ой не беречу лишь к себе возомнил осаду высокой к джампу вот здесь ты нашел отличную вещь я стою на невидимом месте логично почему должно быть нелогично на рокет карте положить везде between клип чтобы было удобнее стрелять от пола всем ладно здесь я могу типа я могу понимать если щель очень широкого да как здесь к примеру есть жизнь маленькие щели в которые вот допустим вот эта щель да вот эти ну вот эти еще ладно типа можно понять да что но она достаточно широко вот эта щель маленькая вот маленький вот маленький щель везде почему бы не кинуть в пункте в здесь щели вдруг они кто-то захочет здесь допустим убрать да вот здесь в этой дырке потому что она большая ну к примеру мы же за логичность почему у нас что-то логично что-то нет у не ты что расист все короче пошли цепь да да это нет ничего больше цепи в общем карта карта боль одна боль чё цепляем я покажу да ты проходишь но я ну да ты про все показывает звук ты же время бегала ну и я реально поиграл ее час может полтора нет ну да около того и и забил потому что я пару дней поиграл верну в обе физики по пару дней мне последний день на три часа потратил на карту на две данки на эти и и все и что-то как-то вообще не мое они любят такие как-то играть можем дануты эти рокет-мапы не особо любишь рокетран начнем с того что что у нас высота здесь сколько 32 юнита правильно правильно 32 высота ящик с приседе я такой иду-иду-иду-иду-иду-иду-па сколько заступ у нас юнитов 16 оставлять я заботился стали я не знаю что тут у него здесь ничего нету но тем не менее это он замокил он логично не там и там реально лесенки в один ты можешь на середине если очень будешь медленно с 3 не рыбить нет 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 я пробовал в какой-то момент получается что не получается залезть но он смотрел мы ему сказали он в родите даже смотрел у него ничего нет это судя по всему из-за вот этих триггеров которые полкают пихают на юнит зубов бурят непонятный ручка сбоку не можешь нет не стоя на них а вот прям вот только видимо когда в них ты заходишь тогда были какая-то магия матерьма не логично нет и логично помнить я не знал такое можно лесенки делать а интересно если ящики будут больше ты будешь больше заступать прикольно да надо попробовать прикинь ты любите ящик вот такой тебя есть триггер который дамажит на юниту жух туда лестнице надо будет не капельнуть просто посмотрю короче цпм что нам цпм нужно сразу понимать то что пушки даются сразу мгновенно а ну фрейм на буквально сколько фрейм это означает что раз нам тут дают вот на этой палочке не на вот этой которую пуни оставил потому что все логично должно быть и нам дают вот здесь заранее и старт кстати тоже здесь подожди если ты с обратной стороны подай подаешь где тебе дадут рокет смысле ну вот выйди наружу и переключить на а тут один раз дают смысле то есть если ты выстрелишь он тебе не дадут больше одноразовый триггер ну ладно разум пошутил бы да не буду так короче так как нам дают рокет сразу наша цель сразу начать стрелять то есть все последующие лишние прыжки без рокетов либо лишний либо вы допустим сделали вот здесь прыжок и приземляйтесь где-то вот здесь и вот это все время там грубо говоря сотку а то и больше вы летите в воздухе и потом только стреляете это все будет очень медленно это нужно понимать ну на его очень много карт таких подобных есть где триггер на старте сразу дает пушку ее надо куда-то сразу типа ну взаимодействовать поэтому нужно находить себе спейсинг который будет подходить так чтобы ну допустим от от этой палки ясно отстрелиться будет тяжеловато плюс здесь такая скала она будет мешаться очень часто не подойдешь поэтому нужно стремиться стрелять сразу в этой области либо в левой стенках а по это при либо в палку либо короче куда вы пытался в палку что-то трудновато получалось не очень но я еще мало не играл там pink видишь может мешал может у него триггер а у него триггер вот здесь сначала они сначала сначала она ну ну в онлайне в общем это трудновато в такой пиксель грубо говоря попадать но в оффлайне может быть и можно много это не просто но погода мыши тебе надо делать гб пару можно конечно делать вот так гб но ты потом будешь терять либо скорость его что-то чтобы завернуть короче надо для начала найти спейсинг такой чтобы попадать приземляться к старту для этого как бы нужны всякое искать прыгай там у нас есть такие всякие ящики можно отсюда начинать прыгать там да вот мы почти кстати приземлились там мне удобнее ну и надо принципе здесь от правой стены стрелять поэтому я нашел такое вот решение я залицезал на этот ящик постоянно поглядывал на канадские доски потому что они очень классные а кто вот их вот почему доски такие ровные кто их тут напилил если тут никого нету логично нелогично и в общем то отсюда я делал обычный прыжок в сторону сюда и потом два прыжка в сторону старта и у меня как раз получалось что я приземлился прямо вот под старт таким вот образом и делали бы пришло первое стрелял грубо говоря ну практически какая у тебя батл все тебя не намажут до того же думал же логично батл сьют а меня дамажит вот ну в общем то сверху ясное дело нам делать нечего хотя что-то может быть и можно придумать красивые но это будет все очень красиво и намеренно здесь также с гб можно накидать куда-нибудь несколько x допустим с 1200 там удаст 1000 летим 1100 но это тоже все будет очень медленно потому что в цепи м у нас есть air-контроли мы можем отстреливаться от стен до плюс есть бустые плюс мы можем приклеиваться к стене без проблем а если мы не можем приклеиваться к стене без проблем то мы идем играть какой-нибудь city rocket и учимся приклеиваться к стене без проблем в общем то вариантов здесь на самом деле очень много поначалу я делал но я не буду прямо показывать я думаю даем как мы все равно все 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 убили буду больше постараюсь на рассказывать в общем то делал там буст делал отсюда буст вы от этой стены в эту сторону и потом от этой стены делал в эту сторону если я отсюда я не помню там с какой скорость у нас высокой с какой-то нам около больше 2000 я вылетал и дальше что стрелял но потом я подумал хм это же цпм почему бы мне по одной стене не стрелять я придумал так что я делаю гб делаю здесь еще один гб но дело уже не в эту сторону а делаю просто вдоль стены и потом под себя видео а я тут успевал давала большая же стена я делал гб делал буст и успевал еще ракеты отстрелиться в итоге у меня здесь было 2 200 я как раз куда-то сюда точнее не даже не приземлялся но я делал прыжок он где-то вот здесь как enter когда свыку 3 перелетал конец пола отстреливался и тебя не оттолкнула и по по своему свежему роута я приземлялся на вот этот ящик если не по свежему то но тут в любом случае нужно как-то так оттолкнуться либо приземляться на вот эти платформы либо приземляться стараться повернуть сюда что чтобы заскимить ее то есть сделать прыжок непосредственно перед стеной когда вы потеряете намного меньше скорости если не врежетесь а стена немножко вас и по поглотит таким образом вот но на той скорости у меня я на тот ящик на самый первый приземлялся делал с него об стену вот такого тоже 2 700 у меня где-то получалось и делал на 3000 еще один выстрел с которым я уже поворачивал вот до сюда то есть ну сразу в общем-то никакие платформы там не узал сразу долетал до стены приземлялся перед стены скиммел здесь сделал один рокета делал чуть-чуть вверх потому что там спейсинг немножко так смещается типа и но не ровный получается ломаный ритм выстрела с прыжком и вот здесь очень интересное место и она очень тесно связано вот с этой с этим поворотом если мы с одной стороны если мы поворачиваем достаточно широко в отношении к повороту как бы ну погибаем то мы завернем очень медленно и плюс если у нас высокая скорость а мы больше об стену потеряем и дальше у нас будет маленькая скорость если мы заворачиваем очень хорошо прям вот так очень классно поворачиваем сюда масс много скорости мы отстреливаемся потом я делал здесь г.б. от этой стены туда и меня это что-то же бесило да и так получалось что нажимаю прыжок и на нее заступаю и все весь рам насмарку хотя получается что я типа очень хорошо повернул очень хорошие уроки ты у меня дает много скорости привяжу там плюс допустим на фрейм и заступал я потом конечно же в последний день придумал роут что здесь нужно был джамп успевать делать а тут я пробовал на набу стен проехаться на нее сначала встать потом уже попрыгнуть у тебя получалось ведь нет у меня тоже я что-то даже дымка пересматривал у меня как будто я прыжок нормально перед ней всегда я как-то перед ней отдел г.б. у меня вот здесь 3 200 было и у меня почти всегда если спейсинг типа не получается я вот так просто ну заступаю мне все я потом уже подумал что можно попробовать дабыл джамп делать их дальше идти но нужно поздно просто ехать на ней на бутербург нет нам на нее да и потом с него до подпрыгнуть ну вот я не успел такое в общем проделать по идее нужно хватать по скрытой по дистанции пусто по спейсинге все такое поэтому приходилось в общем то искать на это повороте какую-то золотую середину чтобы отстрелиться чтобы было много скорости чтобы успеть сделать г.б. и прыгнуть перед эти перед этим мостом далее я делал так делал буст делал здесь кидал рокет по моему потом скидал здесь рокет прыгал здесь также просто страйфом помогну просто прыжком прыгал и здесь так как много скорости я не успевал сделать ржа не успевал какую-то под себя шку кинуть поэтому было вариантов два во первых делать дабл джамп вот на первых на этих штуках а это такое себе упа а не показалось ладно пуни прощем пока логично вот и в общем то я туда даже стал такой посмотрел высоты сюда то есть какая высота там на какую высоту мне надо и вот даже у меня видно по у меня гост тут отстреливается у меня постоянно бегает руки рокет я делал просто прыжок здесь и отстрелился от этой стены грубо говоря вверх ну не прямо вверх ну как бы в общем-то наверх себя толкал естественно старался еще скорости себя и прямо впритык практически залетал сюда на финиш вот ну это такой достаточно хардкорный роут были попроще естественно по внутренней стороне как интервы q3 прыгал но они оказались медленными потому что ну потому что тогда как то так получалось что типа тут и поворачивать все равно надо ну как-то даже если скимить как ты из по спейсингу что-то не сходилось и потом если надо если типа ты идешь по верху то там потом можно в потолок очень часто врезаться если пользу какие-то штуки все мешаются где бы вообще абсолютно плюс там если даже не мешает стопы по идее скидешь вот эту палку там которую я зумлю если видит если что вот ты типа ее скидешь и если ты скидешь карта фреймовая то ты теряешь фрейм и это невыгодно ну короче короче да тех техника ракет суде видим ракеты просто стреляю стреляем во все что можно и ищем дорожки правильно да ну главное самое оптимально дорожда найти все давай пройди и попробуй разок и это все что у меня в гб на 1200 будет у меня это стандартный как бы я не умею такие быстрые игры делать тут на самом деле но как минимум внутри я я потратил минут 45 просто на то чтобы пройти карту потому что я первый тайм поставил там не знаю 25 секунд за первые 10 минут а потом я 40 минут мучился просто чтобы пройти до финиша например так старт и получил ну получил но короче я дамка ведь есть да я посмотрю ну карта до буквально пару слов о карте вот я должен по идее сюда упасть нет выйдет нужен план и зоны тут клип ты чё и справа вот там у тебя тоже клип есть почему ракета не может сюда попасть почему почему я не могу не ракетов где не логично нет кристаллы почему они типа вы почему я могу если у нас все логично почему я могу сквозь кристаллы вообще пролететь короче а карта на самом деле не самое удобное в плане а знаешь почему она же потому что для стрейфа была сделана изначально ну и поэтому на стрейфе в панк лип нафиг не нужен но и если когда он переделывал да ему нужно будет так это типа в два клика по идее делается я по ним я пойму если ему было бы лень и по я пойму я пойму от реально очень тут очень карта офигенная в плане там дизайна где-то не ты детализации в эти кристалли и все ambient звуки атмосферу очень все круто прямо все реально карта очень крутая по идее но блин в два клика поменять на тип на в этом клип ну пуни с ним уже поговорили я уж так конечно типа лишнего мы говорим мы с ним уже поговорили все обсудили да уже в том получил свое вставил его логичности ну короче карта не самое удобное особенно для скажем middle скиллов как и ты сказал ну и я собственно до финиша доходили все редко очень редко потому что реально неудобно ты тут упасть можно там упасть можно спейсинг по идее определен уже заранее маппером то есть ну варианты есть как прыгать но все равно есть пропасти которые говорят что типа если туда падаешь это значит что начиная сначала начиная сначала и выбирай другой road и многие возможно в этих таких поисках раз таки тонули на карте типа так не получилось сяк не получилось и в итоге очень много времени тратили именно на поиск роутер ладно мы с тобой два дядьки старых мы типа а вот так вот так надо типа и сразу видно тебя чего ну новичком новичкам да и я бы знаешь что посоветовал взять эту карту сделать бусами с плазмой без вэпон клипа копипастить ее три или четыре раза чтобы было было в три раза длиннее заменить все клипы на вэпон клипы будет по моему классно ракетран а мук спаркеты торчащие брать ну ну там нет вертикальный который иногда мешает короче мешающий на бедене да ничего не мешает пара боку раз я бы вот эту дети убрал мешать честно и тупору расскажешь было я что-то хотел а я хотел спойлер внимание спойлер готовится карта ум каньон 2 все я все скажу так нормально здесь тоже здесь не залазить магия если это дерево почему ракета и она не разрывается логично нет где как разрушаемость есть тут вообще игре ну в общем все и отнесен скал чертенки да да пошли до начнались пошли смотреть мы делали обзор на карту 40 минут надо очень быстро смотреть дымки так 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 такая как я завод называется самерка пункта new backwards к вам аналпики раз да вот нашел ваку 3 выку 345 рис кубе 45 секунд он проходил карта ракета получил и начал составлять во все стены вам не годится раз ополнил но от пола не очень активно стрел но кого можно вместо обычных прыжков счет пола допустим себе кидать чтобы скорость и чуть побольше это такой момент все тихонечко не давала ты все ну зато чисто главное что пройдено чисто аккуратненько интересно с какого раза ну 43 минуты сервер тайм слушая думаю он старался а еще там кнопка есть ли вы купили за группа человек там кнопка в обычной версии пунканьем там кнопка ты выкудрившники тыкают и для них роут там нифига что-то такое так 37 и 4 game rock play белорус с локом уже более бодрой да пока порой на доллар и бладонька так о всех вопросов и не стала расстрелять почему стрельком если часть папа это что ракета пропал попала в дырку да да не может быть и давай нифига он жесткий вот уже вот это к рвалолище до куторич бухшу 31 вы на 400 побыстрее как плотно и мы идут до пока да плотненько с небольшим при джампом очень много очень больше со что рокет было полно один раз он острелился в начале ну вот очень большой минус у него то что он на старте вообще почти не стрелял в основном тихонечко с трейфом на кого почему бы и нет типа ой-ой-ой не в том усмех на сердечко шарила потом а еле допрыгал не ожидал что там клип будет наверно 37 104 на 3 фрейма миллениум жесткий миллениум все говорили что она неудобно на финише фиг дойдешь нормально я соглашусь ну ракеты поактивнее используют с трейфами боковыми себя обратно к стене прижимает человек опытный как они все тут они они все тут чуде не падают жестко-жестко тоже еле долетел по или 35 сервис раша сервис сервис ты говорил сервис первый раз он уже не против я с не поговорил так очень хорошо ракеты да уж уж и долетать наверно хотел до тудова но это не точно а я чуть не свалился надо будет спас че такие жесткие блин у меня вот таких случаев не было типа я или или падаю или не падаю у меня типа не было такое что а вот и почти 3 лекс 5 секунд отожрал у сервиса 31 и 176 неплохое вот он кстати от пола под отстреливается мне это нравится даже завернул прям в краешек по этой повороте заскинули ращики и жесткие не все как пони завода на полках но слышал слышал вам не не зашел чем как это 4 на вырубать ну там палка если кто-то будет еще я тебе покажу они волканой 288 там на самом деле палка вины перед финишем которая наверх поднимается на такая в бесячая дли мне вкался несколько раз поэтому я проходил без них я кое-как свои дорожки из-под нее вывернул я прям летел в нее есть кое-как просто чем мимо ну почти мой первый рот руку 3 волканой показывают кстати очень хорошо старт пролетел но дальше естественно не приходится немножко тормозить потому что как тут быстро пролетать пес его знает но если он видел конечно кого ну и все тут декус вкус 24 5 4 секунды разве очень и очень много разрыв начинается больше если виды или как как не знаю да сус может да это и и он иисус начала очень даже хороший использовал поворотный вот этот эту самую и вот тут очень хороший ракет у него на самом деле реально хорошую ракету очень ухты 2x офигеть это я что будет за оригинальность это пока кандидат такой 2x это очень круто на 300 побыстрее чем тоже очень быстро старт использовал поворот вы не знаю мне кажется они как-то рандомно пришлось встать перекладина финиш да да шарлон good good ничего не скажешь на ровно на секунду а шанзи период 232 полей блин у декус жесткий надо запомнить декус 2x и ракеты очень даже хороший использовал поворот о попал на это на прикладину неплохо и киш еще и лиду поставил там на себе ух никто не мог пройти а шанзи смог просам чем нормально очень хорошо прошел полет 20 индейки про кип-поп а а а а а а а я прослушал ладно а это про кип-поп него у меня к нему минус уважения уже давно с первого раунда интересно почему вдруг неплохие ракеты можно было и получше видали видали и получше вот а шанзи пролетел вот это я понимаю ой ну в конце конечно финиш финиш конечно хардкорный да но запора то сколько там секунд интересно запорол очень ну то что ну финиш прикольно пролетел вот это между мало типа такой типа я говорит смотрите в матрице смотрите и бан ему на неделю на год точнее так альмера 19 6 перебила братья сейчас насколько на три секунды на две внутри да и ну 22 а тут 19 6 это площадо и с половиной мера он когда полы нисса георгиевна ради посмотри начиналась ящика об стеночку там повернул немножко неплохой старт но за оригинальность лигам нужно что-то посерьезнее за оригинальность показать если если на финиш больше никто так не отстрелиться я нам реально за оригинальность не то чтобы все проплачено как потому что на том баркате ну на той карте как я и дембэйк была то там что же альмери мы дали за оригинальность ну очень давай следующим на киан акселек из тольятти на 600 перевел альмеру ты посмел киан акс это же бывший закладыватель возвращайся мы тебя примем в семью верно зерка долго но мы его не спросим поэтому не возвращайся так хорошие ракеты до часа вылитимально все пройдено он попал и отстрелился и и запрелил и и конце вот нос еще я тут очень много просто гружок хотя бы сделать ну типа уроки джон вишнику он мог сделать сейчас скажу сколько мне вид минус полторы секи от меня было 17 с половиной но он 19 сделал стринге стринге плюс 700 сделал оттенец полой это у нас игрок век чемпионс чем я ему искренне соболезную но спасибо большое за поддержку было реально очень грязная стрела ракетой да он очень много эту карту играл прямо очень много он очень очень сильно старался получился руки джон заполил одну ракету и долетел моим финишем грубо говоря долетел очень очень круто ну чисто быстро сильно так скажу вот тебе 3 что это три прилагательных и желанный слово ну в общем стринге красавчик нормально очень круто пошел если реально если что всегда сейчас будут пока серия варкапов обычных недельные такие же отправлять дымки будет очень приятно 16 4 взял кет на 2 секунды перебил стринга 100 плей так что показал анкет 4 быстро он мог еще быстрее пройти до 1400 1500 немножко запорта он через лево что проходил ухты прибивали руты да неплохо да неплохо так enter топ-3 куда открывает топ-3 ровно 16 плей так что это то что я тогда отправил за по-моему 15 минут до закрытия карты сервер тайм 30 минут у тебя остыли если что я училась не переключался в который себе хороший 1600 2 2 200 еще 800 вот здесь тоже медленно получилось и да блин нифига это тоже потный рот да я думаю что ты очень много фрагментов но как и всех так андет дуги 15 4 обидно что ксас на два фрейма перебил дорожка медленнее так обидно но я бы ку-3 меньше играл чем цепь поцепляем из 10 хотел у видал какие-то то есть ты если вы выстрелы ракетой ты бы сэкономил мог залететь на финише да аксос так и сделал вот ты мне кажется там запорол не знаю пол секи не больше ну ладно ну да по-моему ты финиш на твой лэм хочет посмотреть на сколько ты там у него тоже быстро по идее быстро круто чай посмотрел во сколько ты воткнулся ну-ка анализ анализ мог были мог бы мог бы я пятнадцать двести восемьдесят и коснулся стенки потом упал направо и 15 416 короче 200 запорол если того что ракета не выстрелил обидно мог сделать на двести быстрее ну ладно так что да теперь много-много демок но они коротенькие вроде требует кудрый лекс и здоров и силы ты дэмок побольше прыгать все пьем варай с ракетами удобнее особенно такой где можно поворачивать эх очень высоко здесь везде летает в целом не плохо финиш 30 секунда окей овч овч второе место снизу надеялся видим первое занять на не получилось думаешь он настолько на снега не до цене но он ровно наверное я не знаю там возможно одна из первых дэмок и по тест может быть он не хотел он типа не не знал не знал типа какое место займет решил а это отправлю типа ровно дымку зато типа не проиграл но я бы я не знаю я бы надо с носом поднять эту тему по поводу таких профильных дымок ну то есть все знают что овчаркин может ну в топ не но блин но но то слава это слава видно ну и чё так у него темка у него ты в онлайн я видел у него там 10 и 5 по-моему или даже там померешь ну и чё почему он ее не отбрал не знаю библиотека какая-то на разница располагал все ок мы потратили 30 секунд нашей жизни на секунду кастре дай это синарку все не ошибаюсь помни три куртки вот этот но ракеты ракеты зачем ты на на пилу переключился а это кто-то говорил я стрейфом приду тоже минус рейтинг прошел бы хотя бы спиной ну типа прикольно кстати с даблджампом ну ладно за красивое исполнение и будем тебе минусовать еще и заблджампом и плохо но можно быстрее да можно быстрее да там не стрейк получше снабжанную за и будет лучше велению 24 9 на 4 секунды быстрее что ручка у нас заложил так вот и отстрелы использовал хороший поход уже достаточно было просто уже под себя и залететь он туда направо что никто так не пробовал потом на ящике еще много скорости потерял по нему проскользил грязи еще там на финише я не понимаю тот же себе можно просто было ржи воткнуть в пол и долететь спокойно до правой стенки до на до правых этих прохода ну не взрослева не хватало ладно арсенье а новые люди у нас до новый колой на 2 секунды быстрее арсенью но арсенью на самом деле по моему играет в век чемпионс играет он он фиге зерга поэтому арсенью напиши мне с тобой поставим хороший и фраг под себя шичками понизу неплохо неплохо у ее и как или как-то очень вывернула там непонятно но неплохо да да и отсеки не молодец старайся лучше все еще раз жду дэмсу мы следующего то скубит на полтора секунды отжал полы скубит у буду вы не случайно у тебя квакана суда меня на создать только квака странно что так медленно загружается так неплохо пройдено ну да он как бы вот тут был принцип сохранения скорости правда в конце очень много потерял но изначально набрал просто определенную скорость которой ему было комфортно и дальше обычными рокет-джампами завершил карту тоже такой вариант вполне приветствуется главное что пройдено чисто никуда не торопился и это куда лучше чем у миллениума было что он просто встал чудом пешком проходил на рука джан сделал то есть очень много миллениум потерял вас купил арсений тоже молодец мы все вообще красочки кроме овчарки 120 17 2 сделал прикольно да типа ник 720 и тайм типа 720 уже 17 20 окей давай вы больше говорим меньше смотрим на митлы и ракеты не попе ой воткнулся сколько потерял скорости 700 а дж дж и направо в вот отличный финиш еще и на эту верхнюю платформу запрыгнул и жестко-жестко шарка сити 16 9 play на 300 перебил неплохо неплохо это у нас рефлекс рейсер если кто-нибудь и если шарка на вроде акула да а шар просите это какой-то акули сити город да это вот он через верх проходил финиш ночь скрули на издал фенки шаг по артисе поедем так узбеки за носили вайлент как-то насилие переводится я не знаю как приводится насилием насильственный узбекистан здесь и сделал шарка шарку осики к шарка шарка вот узбекистане тоже есть фанаты дефрага между прочим мы ни в коем случае об этом не забываем нифига и все жестко жестко там еще и поди эти самые последние балки они поди нон соли типа в них можно сквозь них пролетать логично не не нельзя по моему ручную втыкаешься в них ну а я значит значит у павел осу очень повезло амбраш обычно так не брак на секунду ровно прямо как хулей ровно секундочку джоу пайлансы попробовал буст не получился вперед кидал под себя шкафа так пройдено потихоньку под себя ракета он промахнулся но так там финиш да очень даже ничего очень-очень даже к тэруф play на немножечко перебил на 120 о правый строй церковь от перекладина стрелял финиш долетел в принципе неплохо ровненько 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 нормально долетел вулканой 15 5 на пол шишечки так сказать перебил без гб пока что у нас кстати играют успел последний ракеты веста лица по-моему до завал божила то есть ким он там и он кинул опять две ракеты в конце это что-то значит по моему он выку 3 кинул две ракеты в конце просто в пустоту а вдруг не в пустоту вдруг он кинул в определенную точку и в цпм он кинул две ракеты в определенную точку это значит что нужно посмотреть дамку ваку 3 и с кейлом 01 посмотреть куда он кинул две ракеты и сравнить куда он кинул и в цпм вдруг это одна и та же точка это будет значит что вулканой вот 22 неделя надо в комс скоро придется менять ник потому что скоро это будет так что лолипопа линиус давай плей плюс 400 сделал ой с тобой паркетом был на сервере не завидую хорошая подсебяшка прямо больше ракет стрелять вот это опять же типа по закону сохранения скорости они проходят чтобы наверняка пройти потому что реально карта очень тяжелая если стрелять именно ну каждые руки потом каждый возможный плюс 200 почти сделка шагов play 15 перебили кого у всех как внутри макрокер выстроить а пол секунды раньше вы что за моделька такая интересная кошка это покемоны они не так еще это не какая-то кошка в стон туда-сюда заигрывает смотреть со мной и со мной не заигрывай кошек офф я тебе запрет за оригинальность не дам так у нас пока декус главное не кошка это просто хотя нет к эта кошка ну если хвост и уши есть значит кошка да уши хвост хотя мордаше время знаешь я бы поспорил типа sex shop зайдешь там тебе и ушки и хвост и там все у тебя есть но римыч римыч полы на соточку по 2 даже римыч привет спасибо за то что участвуешь ну всем спасибо просто я говорю отдельно спасибо тем кто участвует лет так и ракеты римыч кстати вы кудришь не ой на платформу падала дел под себя шкушу под себя шку на три ступсов римыч ты мой герой еще так пролетел прямо писюлечку там снизу не займ 170 сделку из украины андрей привет как поживает твоя городе царпа напиши в комментариях свой вариант ниш очень хорошо тоже пройдено ну то есть сейчас начинаются я так понимаю демки которые просто на старте грубо говоря набираются так скорости а потом стараются его не растерять механом на многих картах такая штука особенно особенно в кутри и забыл кого смотрим механика меня пошел особенно носить и руки типа кутри это чувствуется как нельзя кстати потому что тебе там надо по сути набрать скорость и потом на поворотах просто минимум терять это очень тяжело а еще внутри так пропрыгал внутри балкончик это очень круто вот эти демки они прямо опасны как мир отстреливающих ну не знаю вот кому могут давай ты скажи если что нам пока демки посмотрела на шальзи play на 400 перевел механика нет в который я бы дал за 2x и не помню как взял да и цпм у нас еще пока без оригинальности а по внутренней стене такой нормально мы тут полаги по внутренней проходит или на так удобнее не он именно на нижнем уровне там делают же эти 35 что туда плыть на 600 быстрее 9 9 6 9 3 дима я ждал что быстро пройдет о чем кстати дадим за оригинальность никто зарубленного больше вот димон задом проходит люди передам не могут подниматься еще и сервером дед клан про но это не оригинальный димон не дам да ладно классно пройдено некая я конечно подразумевая как понимаю как это можно сделать тупо ну не не говори не говори вы пополись что обсудим пусть останется в нашей обмене доской тайной маленькой мы еще не встретим оригинального то это за оригинальность тоже как мама раша с 3 play 1337 почти 06 от был на фрейм хуже вы морщу как так прямо от палки сразу отстрелился подсебяшка дала только высоту скорости очень не жила но я смотрю и так комфортно подсебяшка была на 300 очень хорошо и здесь очень круто очень очень быстро вот вот пошли быстро эти ржи рэл это по моему атас у нас если я тебя спалил извини на фрейм тебя перебил ему алый а то нашу любая песня сразу начинал гб не получился на тысячу просто проскользил ракета еще промахнулся ну он и должен был промахнулся это логично да там она в щель по между досок улетела щель ну казалось бы разница во фрейм но в ему исполнено как-то более он как будто бы более осознанно кидал каждый рокер опасу он как будто немножко сумбурно но получилось как будто в конец вот кореец он не знаю он классно пройдено но каждый кажется что он в конце рандомил он тупо пытался не свалиться никуда и проходил как как получится было такое ощущение 013 днепру и украине по ним я так понимаю либо это космобайк байкер а глупо или как его выруб и не знаю я не знаю кто-то либо космобайкер либо еще кто из а.в. чё когда эндер у нас кого будет целая не знаю как арт наберем смотри какие у них классные игроки вам так ну пройдено хорошо мера для слить вы но 200 200 смотри твоя дорожка езала да она на стримах бывает чё прям один в один шулика песка пипастил нет план ой нормально от себяшка хорошая о хороших опять также отстрелилась блин это жесткого как цели царю там вообще-то палочки типа тоненькие если что например жесткая у меня нету времени я моплю посылаю такие дым лагер когда у него не скоро это и не полить контору кипиш плей блин если бы я делал такой рот какой мир я бы наверное недели две сидел эти палочки маленький хотя вдруг там где пункт лип вдруг от потолка неплохо хорошая подсигашка лаза резко поворачивал ничего сироп пару раз от нос в конце скорость потерял из-за левой стенки я не знаю чем-то мог с этим сделать да не знаю наверно посильнее что ли и оставиться пониже что лишь чтобы попасть куда-нибудь может быть кипиш чё кипиш только чтобы так что да отсыпь и сесть на play play на 300 побыстрее отцепки сез чего верны давно у нас сади отсыпь и сезон сезон хорошие ракеты хорошие четкие ракеты хорошо прошел ничего не скажешь что прошу у халат на 500 быстрее сервер смайли сервер тайм 85 минут уважаю ты попал нормально хорошо там правда какой-то момент по моему 200 псов потерял скорость ели как вообще в конце опять получилось получилось неплохо чипсу 11 9 из литвы полой так неплохой ролл но старту а делал вот 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 начинается спам ракетами очень быстрые дорожки до 11 секунд получается у нас начинаются очень быстрые дорожки 11 8 шарлон а я там тоже на сервер а это он в последний день записал когда я пытался еще перебить 8 до неплохо очень-очень очень хорошо он очень сильно радовался на самом деле но если я не понял и слава богу но он же он тоже знает наверно че шарлон ты же знаешь скажи да шарлон скажи до 111 лэй на 700 перебил шарлона на 700 это почти минус жамп сделал где-то и так до полоски пропадал ну завернул хорошо вот-вот у тебя типа у тебя даже этот финиш на фрейм быстрее получился и в одной чеки чеки на фрейм быстрее у тебя фильм меня типа тоже у меня были плюсы мы не донес так взор есть 9 любите вас он перебил игре играл эту карту в себе меньше призором добро пожаловать в эти трансфер производитель а как это онлайн оффлайк ты нихрена себе филе на дымка ты видел этот ракет чего-чего-чего очень это блин а может это оригинально это сложно так то эти так скажу хотя на самом деле не очень сложно там в определенном вид кидаешь я щас подумал так он варпак 10 и 8 полы фигурам внутри руки просто но не сложный тоже от разных стен с ящика прыгал быстро да неплохо рейн полы 10 и 7 нажал а я говорю твои вроде не слышно ты сказал рейн твои бои не слышал не так наверное нужно настроить этот дискорд а то я наверно пропадаю иногда ну здесь все понятно нет и не пропадаешь садик ну вот здесь все понятно вы сейчас посмотрел 11 просто в прошлых обзоров там мне показалось то что я иногда некоторые фразы не договариваю сейчас я настройку на всякий случай чуть 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 по фикшу а он он физически окей филарм да нормально вроде как хоксу здесь короче все все молодцы все кто сделал 10 все красавчик вообще все кроме про кип-поп на этом турнире он никто садчик так так от разных стен да финиш финиш не будем уж говорить сделал такой пус перебил хокса пус перебил хокса фрейм скажется какой-то кое-какой команде скоро пополнение точнее не то чтобы пополнение интер и мы кикнем потому что он что-то слабый по пузо возьмем а хороший любая ну старту согласись видишь это быстрый да такой неплохо я придумал все-все-все кто смотрел стримы все так сделали финиш рейн так сделала где но я не знаю может кто-то сам конечно придумал большие молодцы но мне все равно неприятно то что дорожку да я понимаю что эти был сам на стиме полю все равно типа придумай свое чё-нибудь я свяжу свое придумал прикольно от палки до нифига себе офигенно дорожка классно да ясно в паре местом прям вообще мне кажется жесть как я я бы чуть побыстрее посмотрел по медленно точнее 05 давай посмотрим потом тебя еще посмотрим так что у нас тут от палочки еще 200 1600 2 или 200 пришлось резать себе высоту до 400 наверх залетел и здесь он делал небольшой дилей пропрыгивал но здесь у него ошибка то что он пошел стене к другой надо было делать рокет еще падайте но вот эту торчащий мостик который типа дурацкий и с него делать этот рокет еще но раунд хорошего недоработан не наработан андеп люди минус написано подбудем давай 9 и 8 это один дачкил в конце скорости много следовало заметил до чтобы завернуть быть можно подострее но у меня так вся карта получилось кроме финиша слишком хорошо и я не смогу лучше не успел точнее не особо прям заврачивал ну да так давай стопки или в кадре сажал в кутри дакса но не то чтобы не задрачивал сейчас кто-то кто на стримах сити по да ты играл там но играла чего и одни не все дни игру так что давай я буду оправдываться потому что можно было лучше выкуп 3 ладу на оксас как красавчику лишь очень четко и не обутали теперь мне стандартной дорожки кита ну китайский кита да на выстрел зато как бы ты не старался найдется китайцы в цпм что-то не про каналу да очень хорошо ладно чё поделаешь на май хокс 11 7 по 430 и на буст мне так не выходило до 400 до 400 есть с ящика врачом до 3 700 срезал сотню 3 800 было даже 200 он у меня спидлида ты 3 823 такие вот и да такие дымки давай переключать куда надо мне надо браузер у меня сломался захват браузера почему-то поэтому мы будем смотреть захват экрана захват экрана у нас результаты саде его появились и вот у нас таблица все дымки скачать одним архивом бла-бла-бла все дымки общие таблицы ну и давайте результаты общие в общем да вот у нас результаты по топ-10 общую таблицу уж не буду открывать кому интересно можете сами изучить более подробно примера за не заняла десятое место у 3 этот занял кстати два первых места достаточно солидным отрывом в ку-3 физики потому что там по моему кто-то кто-то прислал то не прислал было да ну такое и цпм тоже занял первое место но пус поджимает смотри-ка это сейчас тебя пусто он тебя и в рейтинге в общем кстати перегнал на 50 но это давно я просто дымкина ты поднапрягись а то нам знаешь мы плохих игроков не держим мы пузо возьмем и овчаркина не возьмем она слабый смотри 280 ладно ну в общем шутки шутками естественно никто интерактекать не будет он тут врос уже в тенды с корнями не вырвать его корни в мд как у думать его просто по всему зимову шару просли а отчет чё с номером варкапа а там написано кстати чувствами в номер и варкапа ошибки нет ну я так я не буду читать я кратко расскажу что при проведении тогда тех когда варкапы только начали организовывать организовал их в то время зерк там по какой-то причине забыли 20 типа были результаты типа 19 и сразу 21 потом начался видимо не неделю пропустили и решили пропустить число либо что-то такое там было поэтому мы решили устроить 20 варкап и выбрали карту которая была типа но соответствовало тому времени того варкапа было несколько вариантов был портстар донни который все знают это стрейф очень задротский есть лкафло я был честно говоря за портстар донни но нос решил что кафло интереснее я спорить не стал поэтому страдайте я помню эту карту и сомневаюсь что я бы целый бег да я не буду то я вообще даже заходить видео я играл много я в общем-то по окончанию этого варкапа мы переезжаем уже вру точно там не большие просто проблемы возникли поэтому мы решили устроить этот варкап здесь они на дф.ру ну и в общем то все присылайте обязательно демки на и давайте я выставлю кстати говоря о там хокс хочет в клан к кому прикинь да ну на сайте же команда есть так заявки на вступление с прям рейтинг 1809 в год хокс хранения мне нужно куда-то тыкать нет или не надо ладно приму не автоматом приняли что где-то видел по ходу свой но не видел что прям играл на по ходу свой да нет и уже может носа добавил я не помню в общем-то выставляем проставляем оригинальность и поставить им просьбить он каньон значит вы ку-3 мы ставим декусу на сальчик а цпм ставим димон сейчас я пытаюсь понять разве не было у нас варкапа 20 сейчас я и вдруг я найду за ну нос искал не вышел все импрессивы есть луфу вот тут у вас прессив вот импрессив поп попросил так где это было вообще шоу ну потом найдешь давай закончу слух давай говорю закончим оконный дешалки давай заканчивать давай все всем пока всем удачи всем присылайте демки будем ждать вы давайте обязательно все всем пока